Поговорим про маркетплейсы и в чем же их особенность. Маркетплейсы – хорошая система, в принципе, для начала, если у вас нет конкретной аудитории, кому вы хотите продавать. То есть вы знаете, что у вас есть хороший курс, но вы не можете его сами продавать. И вот огромный плюс маркетплейсов – на них есть большая устоявшаяся аудитория, которая это все листает. То есть у них огромный список курсов, и они могут выбрать и ваш курс, и еще какой-либо другой курс. Вам не нужно вкладываться в создание брендинга и собственные веб-страницы, потому что все вместе. То есть у той же курсеры уже есть устоявшийся брендинг, и вы просто делаете по темплейту, который у них есть. То есть по примеру, который у них есть, вы просто заполняете формы, и у вас формируется курс. Но из этого вытекают и минусы, потому что на той же курсере есть фильтры. Допустим, вы ищете курс по маркетингу, и у вас выпадает там 10, 15, 20 курсов по маркетингу. И здесь же студент сам выбирает, что он хочет. Он смотрит на отзывы, он смотрит на длительность, он смотрит на стоимость, если она есть. И не факт, что ваш курс выиграет, особенно если он новый и платный, потому что на него отзывов нет, есть заградительный барьер, но при этом есть другие курсы, которые более популярны, на которых много отзывов, и, может быть, они бесплатные, либо платный только сертификат. Очень часто на больших платформах вы теряете доступ к данным студента. То есть они хранятся где-то отдельно, и у вас нет полного доступа к статистике. Что можно с этим сделать? Можно создавать собственные опросы в начале, в конце курса, либо посередине курса, и данные будут храниться у вас отдельно. Но, получается, у вас не будет полных данных, то есть как студенты смотрели курс, а у вас будут только ограниченные кусочки, которые вы собрали сами, и уже с этим вы будете работать. И последнее, вы теряете большую часть дохода. То есть если у вас платный курс или платный сертификат, вы не получаете там все 50-40 евро, которые вы запросили за курс. В зависимости от платформы, это может быть, вы можете получать от 20% до 90%, наверное. И такой маленький опрос. Давайте вспомним, в последние три года сколько онлайн-курсов вы проходили, и сколько из них вы закончили. То есть я имею в виду муки на Курсере, на Udemy, на SkillShare, FutureLearn, любые другие платформы, которые вы знаете. Сколько курсов вы начинали, и сколько курсов вы закончили? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!